Совместить несовместимое в главных ролях премьерного спектакля «Идеальный фасон» одесский комик Георгий Делиев и известный КВНщик из Днепра Евгений Чепырняк. Как рассказывает режиссер-постановщик спектакля, это эксперимент, который как минимум должен запомниться зрителям. На самом деле мне нравится это слово «эксперимент», на который два этих замечательных артиста, удивительных артиста, разноплановых, они решились. Я давно, опять же, признаюсь... Мы не знали, насколько это страшно, честно. Насколько страшно, да. Я более театральный человек, более драматический человек, а здесь совершенно два разноплановых эстрада и клоунада, которую я обожаю. Вот. И вдруг ребята говорят, а давайте поэкспериментируем, а давайте попробуем поработать в том жанре, в котором нам пока еще не совсем до конца известен. Что-то не так? Да все с тобой не так. Ты старый, дряхлый, трусливый. Что она в тебе нашла? Мужчину. А, мужчину? Мужчину. Ты надо мной издеваешься, да? Ты уничтожил мои брюки, уничтожил мою жизнь. Еще издеваешься надо мной. Марка, 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 да как мне ты до сих пор не хочешь понять, что ты, по сути, слабое, неуверенное в себе существо? Актеры создаются в этой трагикомедии как минимум семь сюжетных линий, но все вертится вокруг любовного треугольника. Впрочем, главная задача спектакля – показать одну ситуацию под разными углами, глазами мужчин. К слову, создал пьесу «Серб» Владимир Джорджиевич, и спектакль впервые воплотят в жизнь в Украине. Здесь где-то как минимум пять… Нет, семь. Семь, да. Остросюжетных таких романов «Агаты Крести». Хотя драматург Владимир Джорджиевич. Но это не о женщине на самом деле. Женщина – это как бы повод поговорить. Там очень много слоев. Он серб. Он серб. Это югославский автор, и он впервые в Украине. Этого автора нет. Мы очень долго добирались до него, долго получали право играть этот спектакль в Украине. В планах отправиться на гастроли с новым спектаклем для начала в Одесскую область, а затем покорить всю Украину. Пример состоит со 2, 3 и 4 июля, а в 19.00 в доме клоунов на Ольгиевской, 23. Редактор субтитров А.Семкин